Год назад за укладку материала прямо в лужу рабочие получили бы хороший нагоняй. Сейчас делать это позволяет технология. В смеси щебни и специальной эмульсии влага не страшна, что особенно, кстати, этим летом. Да и новый материал обходится дешевле. Экономятся и человеческие ресурсы. Обслуживает машину всего два рабочих. Причем сил тратят в разы меньше. Раньше работу как у нас шла? Выметалось, заливалось битумом, вложился асфальт, трамбовка и трамбовался. А сейчас получается это все в одной машине. Лучше, чем, конечно, трамбовка и таскать от собой битум и все остальное. А вот времени на заделку ям рабочие пока тратят больше, чем прежде. На одну уходит не меньше 10 минут. Говорят, к машине еще надо приловчиться. Поэтому, чтобы не мешать движению, экспериментальной площадкой выбрали малооживленный район Верхнеблаговещенского. В центре города работы пока ведут по старинке. Без ручного труда нам никак не обойтись. Потому что есть участки дорог, где нужно использовать асфальтобетонную смесь, вырезать яму. Так как без этого не обойтись. А конкретно точечно, где ямы у нас есть, будем заделывать машинкой. Сейчас Верхнеблаговещен закончим. Планируется на Астрахановку пройти автобусный маршрут. Сколько всего ям предстоит заделать этим летом, рабочие сказать не берутся. Недавно они закончили участок по Загородной. Сейчас латают дорогу по Ленина. Потом перейдут на Калинина. Ликвидируют ямы и в других районах города. Сделают это точечно. Управиться задачей специалисты ГСТК планируют до сентября. Главное, чтобы погода позволила. Юлия Мишурнова, Вадим Акимов. Программа «Город».